в казахстане конечно у нас большие проблемы со свободой слова да и вы подчеркиваете что вы независимые здания под словом независимые хотят видеть что как-то вот что-то эфемерное ваша независимость это независимость от денежного мешка меня читают люди которые принимают решения а вы сами революционер подсупаду революции я я не хочу в журналистику идти не надо если ты поешься лучше не надо этого делать вообще потому что понятно на косяча это страшная вот это страшная и это страшная не накрашенная о снятии полномочий президент что это было было возбуждено уголовное дело в отношении меня есть наша родина есть наша страна это наш дом здесь хотя и вот здравствуйте это без фильтров я камила жусупова и сегодня со мной в студии известная казахстанская журналистка гульнара башки нова добрый день гульнара начинала в 90-х такой самый известный и массовый на тот момент популярной газете караван также вы работали в телевизионных редакциях на 31 канале на тани потом уже была колумнистика в эсквайр и а затык и до недавнего времени гульнара возглавляла издание оланьюз и совсем не так давно вы презентовали уже свое собственное медиа орда кейзет и в этом проекте вы ставите такие довольно амбициозные масштабные цели позиционируете его как проект независимой редакционной политикой я вас поздравляю вообще с открытием медиа до этого успешно вы работали в оланьюз и как я упомянула выше было были автором различных казахстанских изданиях и вот сегодня это вот то есть вы приходите к тому что решается открыть собственное медиа когда случился тот момент и пришло осознание того что вы уже и морально и материально к этому готовы я не могу сказать что был какой-то щелчок но совершенно точно сейчас уже оглядываясь я думаю что вот последние десять лет когда я возглавляла онлайн эсквайр казахстан потом два с половиной года вела холаньюз с ребятами в партнерстве с двумя молодые люди алишер кайдаров адиле турсенбеков мы это в партнерстве как я допускала его вместе с ними партнерство было хорошим ребята они очень молодые они всегда говорили мы учимся у вас а я говорила а я учусь у вас потому что это очень важно когда разные поколения вместе сотрудничают что-то генерирует и каждый дает свое и в какой-то момент я пришла к тому да что я хочу вот свое менее вот чтобы перейти на какой-то новый уровень конечно нужно выучить какие-то уроки да конечно этот новый уровень он сложнее может быть даже на нем больше возможностей наверняка вы уже это ощутили на собственной шкуре но какие уроки вы извлекли из прошлых ваших проектов где-то ты учился журналистским навыкам где-то ты уже менеджерским навыкам учился где-то вот просто как там прокачивал свои навыки руководителя что мне очень трудно дается честно говоря вот вы учредили свой проект на собственные деньги то есть вы единственный инвестор на данный момент сейчас но это достаточно смелый вместе с тем очень рискованный шаг и снимая шляпу на самом деле перед вами можете сказать о бюджете вот сегодняшнем какой бюджет достаточно для создания сми вот поддержать поддержки штанов на первое время я думаю что сейчас я воплощаю да на своем проекте вот все что я накопила за эти годы я надеюсь что я что-то что я накопила да что мне есть что дать реализовать это я все реализую в чем мне или повезло а может быть именно наоборот судьба может быть меня это и подтолкнуло вот иногда сейчас когда меня поздравляли говорят о в такое трудное время наоборот открываете молодцы по я считаю что наоборот вот когда рынок находится но не будем говорить на дне давайте избегать негативных да каких-то коннотаций например аренда она сейчас вот офис она обошлась мне наверное раз в 10 дешевле отказались от новых реалий работать онлайн выясняли полноценный офис да потому что вы знаете но у нас часть редакции работает онлайн сейчас редакция работает в офисе потому что ну совсем начинать только онлайн трудно нужно нужно ядро где-то генерировать да все это и поэтому да мы сняли офис который 10 раз дешевле как раньше да я очень ну практически многое неудобно в этом признаваться я приобрела на бартер вот скажем домен у меня домен орда кейзет это просто это ну это очень шикарный домен это классно конечно да и когда мне пришла идея именно дать название своему медиа орда мы тут же начали смотреть кому принадлежит он был занят я обратилась к человеку к владельцу да это оказался очень хороший бизнесмен он очень такой креативный у него кстати то он очень заинтересован войти в бизнесах но он не медийный хотя он хотел создавать тоже уже свой сайт скором времени что он не сразу предложил партнерство то есть потому что ты если ты наработал себе имя да то ты становишься как привлекательным партнером да но поскольку я ему объяснила что вот у меня было партнерство уже да и мне сейчас как раз таки у меня та цель была что мне хочется самой потому что я понимаю что в какой-то момент там это это влияет и на редакционную политику и на какие-то другие вещи и мы с ним договорились на бартер то есть он поверил что вот у меня еще нет сайта да у меня еще нет ничего но мы с ним заключили договор что пять лет мы будем делать ему рекламу и вы знаете это было здорово мне очень понравилось его предложение именно тем что он поверил знаете он поверил в него да он поверил в мой проект что мы заключили такой полноценный юридический договор на пять лет и еще я хочу поблагодарить конечно своих друзей потому что за годы работы ты еще приобретаешь друзей да партнеров которые верят в тебя и ну вот например ноутбуки мне подарили подарила компания да компания моих друзей я не буду ее называть это подарок это подарок это лично мне подарок в зависимости от динамики проекта в среднем оценке развития меди ресурса берется два-три года для того чтобы выйти в ноль и встать на ноги и дальше уже развиваться и зарабатывать деньги какой ваш прогноз относительно орды вы знаете у меня нет времени у нас нет времени на раскачку потому что со мной работают очень хорошие журналисты которые верят в проект верят в меня но вы знаете я не из тех кто любит когда меня там кормят вот вы знаете там работать на идею да потому что у нас есть у всех потребности у нас у всех есть обязательства ответственность перед нашими семьями перед всем я людей не могу кормить тем что вы знаете вот три года у нас есть на развитие поэтому как и на holo news я мы не ставим не даем себе времени на раскачку у нас его нет но я верю я верю что все получится потому что вот наверное это мне еще тоже придало силы уверенности вот предыдущий проект мы там очень быстро начали очень быстро мы начали зарабатывать да у вас есть сейчас какие-то договоренности уже с рекламодателями я пришла на этот проект с рекламодателями которые тоже верят в меня и у меня с ними там расписан ну вот на год какие-то проекты вы еще подчеркивали когда открывали что орда кизет не будет жить никогда на госзаказ потому что госзаказ будет зависимость и там публикация определенных материалов так сказать в цвет госзаказа и вы будете высказывать исключительно то есть какую-то свою точку зрения да получается так и вы подчеркиваете что вы независимое издание что вообще в нынешних реалиях даже само словосочетание уже редкость да услышать и к сожалению число запретных тем даже в тех изданиях которые действительно себя называют независимыми оно увеличивается тем для расследования много а расследователей тоже почти не усталость вот у вас какие приоритеты вы когда сказали независимых проектов там практически нет да с одной стороны в казахстане конечно у нас большие проблемы со свободой слова да с другой стороны людям нам вот обществу свойственен какой-то идеализм они под словом независимый хотят видеть что как то вот что-то эфемерное что-то какое-то такое без независимое издание это любое издание которое не живет на госбюджет нью-йорк-таймс он он тоже принадлежит корпорации огромной и что это делает издание зависимым что ли нет оно независимое от правительства сша оно независимо от там сената конгресса от других компаний а у нас вот такое даже издание как нью-йорк-таймс у нас бы им писали вы не являетесь независимыми вы же принадлежите вот там корпорации такой-то там я кстати телевидение да там cnn fox news я сейчас не не могу точно вспомнить там корпорации сонки все корпорации конгломераты мощные транснациональные корпорации которые как сами как государство другое дело там тоже очень щепетильно чтобы вмешательство и там когда сделки совершаются очень оговаривается чтобы не было вмешательства в редакционную политику поэтому вот этот идеализм он 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 вредный он какой-то марксистский это как ленин понимаете наши люди они говорят как ленин ваша независимость это независимость от денежного мешка он также говорил владимир лишь ленин так говорил сми они должны быть независимы от правительства от государства от правоохранительных органов от то есть от всех ветвей власти это своя ветви власть но это бизнес вы говорили о том что основной упор будет в вашем издании именно на расследование да на какие темы вы знаете расследование да у него не может быть узко таких сегментированных тем мы не можем себе сказать так мы сейчас будем расследовать только будем заниматься расследованием там нашей медицины нет конечно расследование встает тема встает вопрос ребром да и журналисты должны погружаться в эту проблему они должны все вытащить всю подноготную в открытых источниках в скрытых источниках интервью документы и предоставить это своим читателям да или зрителям своей аудитории была проблема в казахстане вот у нас с лекарствами да остро стоял вопрос надо значит исследовать эту тему да расследовать сейчас вот задержан министр здравоохранения да у нас вышел материал в наши руки попал документ там внутренние рекламентированные минздрава который проясняет что там по хронологии да это дело началось не с возбуждения уголовного отдела с приказа министра нынешнего здравоохранения то есть но это не значит что мы только только медицину освещаем вот у нас сегодня вышел вышел материал про вот по и тсу творческий вечер который обошелся бюджетом 29 миллионов тенге но это беспрецедентно да и акимата нур султана да первыми эту именно информацию да как вот из базы данных вытащил зертео ресерч фонд такой исследовательские за что им большой респект уважение да ну и мы мы пошли дальше то есть мы берем это и мы следуем что мы обратились запросам к тем кто это устраивал почему такая огромная сумма на что мы получили кстати такой классный ответ потому что вечер был огромный огромное мероприятие огромные деньги да огромное мероприятие огромные деньги да мы попытались выяснить вот честно это может быть не делает меня чести может быть она великая но я например не знала о такой поэтессе и мы сочли своим долгом рассказать а кто это но кроме этого мы хотим брать масштабные такие вещи также масштабные которые не только откликаются на повестку но которые создают свою повестку вот теперь опять я хочу вернуться к вопросу рекламодателях потому что все равно ваш фокус проследованиях это коррупция произвол преступность достаточно такие темные сферы и многие я бы даже сказала большинство рекламодателей себя вот ассоциировать или там или придерживаться такого правила что они держатся от таких тем подальше вот как вы считаете в этом плане перспективы работы с рекламными деньгами насколько я считаю это не умная позиция мне кажется такая ответственно социально ответственная компания да которая вы знаете бизнес он не существует в вакууме да он существует в обществе я считаю что самому бизнесу ему важно чтобы были такие сми как мы и для него в первую очередь они должны смотреть на аудиторию на трафике данные показатели на качество на качество аудитории они на то что они только хотят быть рядом там где про то и да про праздники но если это какие-то очень серьезные даже там найти такие компании компании которые производят какие-то продукты очень серьезные важные я считаю что для них честь чтобы их реклама стояла рядом с какими-то очень серьезными материалами когда вы делаете именно какие-то материалы на такие острые темы на ваш взгляд система она реагирует она хотя бы подчищает за собой да как то да в соцсетях сейчас есть реакция мы видим на последнем примере это ситуация с босс жирой а вот что касается материалов сми или абсолютно реакция я я прям вижу что это это читают это реагируют и я знаю кто меня читает меня читают люди которые принимают решения и читают других влиятельных журналистов хороших журналистов хороших блогеров то есть на самом деле это нормально но кстати я вот открыла свой ресурс мне позвонили очень много очень много людей которые принимают решения мне звонили и поздравляли несколько лет назад вы заявляли тоже на одной из каких-то публичных встреч что казахстан ждет своего навального о это было 10 лет назад что он скоро появится да но раньше конечно к нему отношение было другое я сказала бы там спиритетом да он был тогда блогер да все-таки больше потом вы раздопали естественно отношение к нему поменялось он сам поменялся но тем не менее что сейчас мы еще в ожидании какого такого своего человека в этом направлении наши условия нет я бы я вот тогда было постоянно кому-то приписывали вот это наш навальный это сейчас нет такого ожидания нет но вы знаете я иногда ловлю такие комментарии вот у какого там фейсбуке у какого-нибудь популярного автора обрад давай топи я за тебя везде то есть людям как будто ну нужен какой-то герой но каждый какие-то маленькие такие страты выбирают себе своего героя их очень много сейчас их создают иногда технологически мы как медийные люди видим это да видно что там раз появляется человек вот его там полтора года не было назад он появляется и за полгода вырастает до такой очень влиятельной большой влиятельной персоны с огромной армией подписчиков комментаторов и ты видишь что это все наращивается что за ним стоит какая-то структура ему вплоть до того что ему дают материалы этому автору да но это это кстати я не к тому что как это ужасно это ко мне даже приходили просили ну вот говорили вы знаете вы не хотите разоблачить там пару людей и прям показывали очень известных сейчас очень известных и документально доказывали что за этим стоит там фармацевтическое лобби за этим стоит лобби там одного парка экологического который мне хочет терять свои левые деньги но вы знаете я им сказала я посмотрю ну окей ну там было все предъявлено по уму да как бы вот действительно их аргументировать аргументированно их взрастили да там им помогают им вплоть до пишут вот эти вот для посты почему за последний вот год полтора появились какие-то общественные лидеры которые другие до силы хотят там разоблачить я говорю вы создавайте своих пусть будет ваше слово против их слова то есть не думайте что это демократия да как кто-то увидел талантливых людей помогает им потому что им хорошо иметь такого спикера но как бы нет в этом состава преступления понимаете вот а вы сами революционер вообще по духу я была больше революционером даже там есть 15 лет назад мне хотелось вот таких чего-то он как вот бывает на эти но был правда застой такой да когда хочется все так вот потрясти прямо чтобы вот вышибить это а сейчас если вы говорите именно к вопросу о вообще ситуации ну как бы да а вовсе ситуации революции я я не хочу ну потому что я вижу что в киргизии да в кыргызстане было потому что ну не понятно что потом поэтому я себя в этом отношении не могу называть заниматься журналистскими расследованиями все таки опасно как показывает практика на постсоветском пространстве новые медиа этого направления они все таки как это больше анонимные издания создают в редакции мы знаем приходите с обысками и закрывают вы не боитесь вот такой ну как вопрос вот сказать нет я не боюсь или я могу сказать что вообще в журналистику идти не надо если ты боишься тем более в нашей стране но в любой стране мира журналистика это не профессия человека который очень осторожен и всего как бы так боится с очень высоким порогом самосохранения журналистика это ну в крайнем случае это там раздел культуры глянец да есть но такая политическая журналистика на актуальная если есть страхи то идти в нее вообще нельзя я просто об этом не думаю я даже нет то есть но я че я вообще боец у меня есть кулаки как у других журналистов я надеюсь и почему я должна бояться пусть меня боятся как бы я из тех людей кто будет защищаться ой 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 за вашу короткую деятельность проекта поступали звонки о том чтобы вы удалили материалы или что-то не опубликовали как-то давление оказывается вот была же нашумевшая история когда меня попросили вот сегодня как раз вы говорили о материале про 28 миллионов тенге и поэтессе и два медиа удалили например да этот материал да вот вы не знаете у меня как репутация же работает на человека тоже мне не звонят давно потому что не звонят просто не звонят но была нашумевшая история когда мне позвонил заместитель администрации президента на тот момент он позвонил мне как с просьбой с требованием как это да полупросьба полутребования удалить все мои публикации там о нем которые были это был скандал с делом алиби вот я ему сказала что я наш разговор записываю и придам его огласки но он ведь время очень быстро меняется сейчас уже так чиновник не поступит ему в голову не пришло что я это сделаю предупредила его вы следите как бы это он он все-таки наверное не поверит но когда я предала огонь мне после этого вообще не звонят никогда никогда ни разу не было такого вы раньше называли себя волком-одиночкой пишите то что вы считаете нужным да и вам дают эту возможность вы говорили что давление не оказывали бы собственно вы сейчас подтвердили но теперь же вы не сама по и не волк-одиночка у вас есть целая команда вы начиная проект какие-то меры по защите журналистов все-таки предусматривали потому что ну темы вы достаточно остро понимаете мы юридическая поддержка оценка собственных рисков закон мы не приступаем про юриста я думаю но это возвращаясь к нашему первому вопросу это вопрос бюджета да вроде как надо брать юриста постоянно но я думаю может быть мы будем пока на на аутсорсе да сдельно потому что тоже брать прям штат юриста ну дорого для маленького независимого сми но понятно что как вроде защита тоже нужно консультации потому что я столкнулась на днях буквально что мне нужна была консультация мы сделали свое расследование про кальянные алматы и про заведения мы это начали еще на холаньюз мы следили в мае в апреле в июне все лето мы следили за ночной жизнью алматы и мы выявили что два бара в алматы работали даже самый жесткий карантин сейчас после этого в августе запретили кальян мы прошли наши журналисты прошли с рейдами да причем не один раз а прямо не ходили целенаправленно весь сентябрь октябрь курят везде курят мы сделали об этом материал но понятно же что это не просто так что это есть какой-то крышу да крышу и кто то есть крыша а вот эти два бара но я название сейчас не буду и говорить которые работали но они же тоже не просто так работали да и мы делали такой материал я вы знаете через два дня позавчера нашего журналисту нашего журналиста сауля сайденову она припарковалась возле дома на машине выходит к ней подходят полиция так подъезжает полицейская машина прямо к ней когда она уже стоит она уже стояла минут пять припаркованная они подъезжают к ней и говорят выйти и говорят слова такие мы за вами следили ехали покажите пожалуйста ваши документы она говорит а на каком основании вы за мной следили я ничего не нарушала они говорят нам ваш кузов показался подозрительным сначала они так говорят она говорит кузов что за бред как это у меня нормальный кузов посмотрите они говорят ну нет вот документы ваши и тут третий уже бежит с планшетом и говорит а у нее страховки нет но мы у нас много остается за кулисами понимаете как за такие совпадения это моя только гипотеза что это же не было так прям вот такой не жесткий же наезд был но это был как бы знаете ребята ну как бы мы тоже можем вам куда сделать неприятно сейчас нужно услышать что нет профессия что остался только набор каких-то компетенций навыков и этого достаточно для того чтобы быть хорошим журналистом как вы считаете согласна с этим или нет я считаю что журналист прежде всего вот прежде всего без этого ничего другого уже не будет он должен быть умным человеком с очень развитыми хорошими когнитивными способностями с умением анализировать думать мыслить смотреть видеть ситуацию целиком он должен быть эрудированным он должен быть в контексте того о чем пишет я вот молодых журналистов когда они пишут даже маленькую заметку да я прошу их быть в контексте не просто вот там произошло то произошло то как на автомате это как робот может написать да вероятность вот таких слов они вот алгоритмы задаются машине и она может просто написать журналист должен вообще быть в контексте он должен все знать это человеку который вот просто как голова антенна он должен все улавливать сделала отсылку 2012 году когда вы писали поста о казахской журналистике по имени зухра если вы помните он был так тоже достаточно такой нашумевший о том что вы писали о том что ругать отечественные масс-медиа и журналистов уже стало правилом даже хорошего тона и и был придуман вот этот собирательный образ казахского журналиста по имени зухра который ходит на мероприятия там ест пьет собирает подарки со всеми фотографируется за глупые вопросы ну собственно вот и все что можно сказать о журналисте и правда даже был шум то что это не собирательная какой-то реальный персонаж но я не хочу этого этой теме касаться не об этом речь все-таки вы больше тогда говорили что этот степ в отношении журналистов он не безоснователен и так как наша журналистика действительно вот оставлять желать лучшего но как и собственно здравоохранение образование там правоохранительные органы но журналистика работает более таких сжатых условиях сложных условиях выживания поэтому собственно вот эта вещь и происходит вот сейчас этот образ актуален или нет или он стал более красочнее с другими привычками и вообще-то сейчас не актуально и журналистик развивается по-другому вы знаете вообще казахстанскую казахстанские СМИ журналистику принято ругать да да и это осталось таки трендом и тут многое справедливо но что я бы хотела сказать что интересно вот даже 2012 год там 2010 да скажем и сейчас вы не согласитесь что очень сильно продвинулись вообще у нас медиа это вот интернет он дал все равно толчок все равно есть конкуренция все равно журналисты чувствуют конкуренцию хотя много конечно происходит такого болезненных каких-то вещей болезнь болезнь роста да когда какие-то журналисты уходят например там они уходят из редакции и начинают работать там например инфокиллерством заниматься в вашей новой редакции тоже в основном молодые люди в возрасте вы говорили 23 23 25 лет и это потому что стартап и там и те кто поопытнее не затянешь или же это наоборот ход конем и они такие очарованные непуганные да вот я не знаю потому что мало кто сейчас готов к работе журналисты расследователя тем более да еще в новом медиа и многие наоборот уходят из медиа там в корпорации и молодежь и студентов в вузах тоже толком не учат не учат вот этой кропотливой работе поиску вот желание найти какую-то данную да то есть это вообще таких людей сложно найти как вы искали авторов и вот по какому принципу подходили я считаю что в редакции да так же как в любом другом коллективе обязательно должен быть баланс опыта и молодости это обязательно то есть если будет перевес в сторону опыта то там может быть не будет какого-то движения да и чувства вот этого времени могут утерять коллектива есть такие коллективы на самом деле не буду их называть особенно вот бюджетные да там в астане какие-нибудь со словом правда предмет моей маленькой гордости что у меня как раз таки сейчас в редакции у нас баланс соблюден я говорю молодая редакция да потому что журналист там 23 24 там 25 средний возраст да вот редакции но есть очень опытные известные журналисты какой самый сложный этический вопрос был в вашей практике вот с которым приходилось сталкиваться профессионально вы знаете я как не люблю очень так спекулировать на этом в соцсетях бывает же иногда поднимается шум вот это неэтично и это неэтично я не могу сейчас навскидку вспомнить я только могу сказать ну свое мнение вот недавно я в редакции сказала ребята давайте мы не будем вообще использовать детей что интересно тут наверное мой лично я раньше просто такого не провозглашала в редакции я как-то об этом ну не думала сейчас у меня ребенок может быть поэтому я не будем детей если брать там фотографии только очень аккуратно очень осторожно и то ну зачем потому что там была какая-то публикация и взяли ребенка для иллюстрации я говорю ну зачем кто этот ребенок давайте вообще не будем брать детей помните было крушение самолета и там на журналистов в соцсетях накинулись вот я не люблю вот эти вот ханжские немножко знаете сидят такие люди в тепле и начинают этот осуждать хотя вопросы могут возникать как журналист работает на месте трагедии да там ну нельзя да погибших фотографировать все ну не спешите осуждать не спешите вот эти вот губы трубочкой здесь как бы есть разные моменты и не всегда к сожалению коллеги деликатничают и сразу лезут в лицо микрофоном и так далее я об этом тоже кстати говорила там в группе журналисты казахстана поднялся вопрос о том что кто-то там пройдите когда гибель опять что-то было связано со смертью очень часто публикуют фотографии или распространяют имена данные если это изнасилование детей то есть проблема такая есть это проблема ума уже какого-то не этики человек не может у него когнитивные какие-то способности что-то нарушено и он раз и даже не может отделить зерна от плевел что можно что нельзя там был подняли скандал что журналисты как-то еще неделикатно задавали вопросы людям которые только что потеряли своих родных тут опять встает вопрос что этого вообще нельзя делать что ли можно это делают во всем мире очень уважаемые СМИ то есть по классической журналистике можно но как я там сказала если не хватает мастерства если у тебя в редакции только там кому 20 лет лучше не надо этого делать вообще потому что понятно накосячат потому что это настолько это ювелирная работа Гульнара я хочу вернуться к вашему опять же посту от 18 марта этого года тоже не могу об этом спросить о снятии полномочий президента я что это было меня спрашивают об этом я у меня консенсус он как у меня такое я не отвечаю на этот вопрос потому что я не могу объяснить всю ситуацию потому что у меня есть подписка я законы соблюдаю у меня есть подписка я ее подписала а говорить как бы полутон подписка о неразглашении источника или что именно все ситуации все ситуации потому что я только могу сказать что было возбуждено уголовное дело в отношении меня это все все было поведенное и я подписала подписку о неразглашении дело закрыли все было очень корректно очень как очень по-человечески просто ну вызвали им они делали свою работу да но я как к своей чести могу могу чем-то единственное что я могу сказать что могло всего этого не быть если бы я удалила потому что было условие что если удалишь материал то не будет уголовного дела удалишь все но я это уже сделала я сказала я не могу этого я не могу на это пойти давайте как будет так будет ну что ж я готова отвечать за за свои слова единственное что я могу сказать я сделала это не как журналист я делала это вы знаете есть такое intention да вообще если даже у журналиста у нас же одна цель мы же не роботы мне там писали проверенная не проверенная надо было сказать кто это там у нас это был мой какой-то гражданский поступок я считала что вот я это сделаю может быть я помогла стране кроме уголовного дела как-то еще отразилась эта ситуация ну было осуждение которое я стойко сносила потому что тут опять таки да вот ты что-то делаешь и ты надо понимать что ты будешь за это нести ответственность да если ты я когда это делала я же понимала что я совершаю и что будут будет осуждение люди имеют право меня осуждать у вас были мысли или есть уехать из страны нет вот ну как я вообще уезжала на таком ну недолгое время да там по личным обстоятельствам я не люблю говорить вот некоторые говорят я не уехал это моя родина я очень я не могу говорить в таких вот именно в таких сентенциях потому что мне кажется есть какие-то вещи которые ты оставляешь глубоко в себе и как-то вот нет я могу только объяснить так я пока не представляю в данный момент себя уехавшая мне не интересно уже я работаю я журналист редактор да я делаю СМИ мне здесь интересно мне есть что здесь менять это мой контекст это моя среда это мой дом ну как бы понимаете так люди которые уезжают да туда они же ну как они же там не могут они уезжают ради своего какого-то комфорта это нормально это хорошо ради своих детей это тоже очень важно да но они же не могут там быть ну как влиять так на что-то приносить такую же пользу быть таким же активным ну как как вам сказать таким же пассионарным как здесь потому что здесь наша родина здесь наша страна это наш дом мы здесь хозяева и мы дел я здесь ну как бы мне государство мне правительство вообще ничего не может сказать я как бы потому что я гражданка это моя страна и вы вот когда говорите там вы боитесь вот я захотела открыть СМИ я открыла в Америке я не открою свою СМИ а здесь это мой дом я захотела я открыла и никто мне ничего не скажет потому что это такая же моя страна как страна Елбасы Касымжамар Татакаева понимаете и других мы равны вы брали интервью Назарбаева и Стивена Хокин и у кого бы еще бы вы хотели взять интервью с кем побеседовать ну интервью очень много людей интересных именно в Казахстане в Казахстане в Казахстанцев давайте да возьмем мне интересен интересно было бы успеть еще важно да поговорить с Олжасом Сулейменовым потому что еще очень видите люди ну мы все мы все не молодеем да важно же успевать успевать взять от них услышать их у нас же вообще в стране там не пишутся биографии да людей не берут в принципе вот вроде бы много этих интервью вроде их там нет я бы хотела поговорить с Мухтаром Шахановым хотела бы поговорить но я знаю что он на русском принципиально не дает интервью а на казахском я не потяну вот этот ну как уровень я не раскрою просто у меня я смогу поговорить очень на таком примитивном уровне да вопрос ответ именно информацию а именно чтобы раскрыть личность понять попытаться понять его у меня не хватит компетенций а он говорят ну принципиально хотя это тоже странная ситуация это не есть поддержка языка он этим закрывает часть своей личности да мы хотим его понять а он вот для русскоязычной закрыт представьте аудиторию это тоже это правильно это неправильно и ну я не знаю меня может быть полетят помидоры я же у нашего первого президента Назарбаева брала интервью такое коллективное как коллективное у нас было там 4-5 человек да он любит такой формат вот а индивидуальный дает только таким журналистам как Ирланды Хожин да мне бы хотелось сделать интервью с ним да тоже успеть и я тогда у него попросила он не сказал ни да ни нет он отшутился я после интервью сразу к нему у нашего мы встали я подбежала к нему и говорю пожалуйста давайте с вами сделаем интервью уже лично так один на один и он начал так улыбаться шутить говорить что так но не сказал нет но в итоге мне не дали интервью это о материнстве у вас маленький сын Арсен с появлением его это вас как-то развернуло поменяло ваше мироощущение мировоззрение чувство самосохранения или что-то еще да очень сильно очень сильно я стараюсь не писать об этом даже вот сейчас отвечать боюсь потому что тут не крути выходишь на какие-то вот эти шаблоны которые всегда пишут о моя жизнь изменилась круто конечно изменилась и даже вот про самосохранение у меня ну от природы такое вот ну как низкое я то чего раньше никогда не делала я иду зеленый загорается я еще жду не говоря о том чтобы на красный свет перейти я жду я регулярно там хочу хожу к врачам сейчас я регулярно я постоянно постоянно пью что-то постоянно что-то делаю то есть я очень себя берегу очень изменилась в профессиональной деятельности какие-то темы по-другому вам раскрылись вы начали обращать на что-то внимание на что раньше не обращали ну я может в общем меня это и раньше наверное но я не могу читать я не могу читать я не могу видеть это постоянно там какие-то видео да иногда в соцсетях крутят как обижают детей я не могу об этом слушать даже читать видеть я например кто-то шерит видео а вот там помните был отец да избил сына я их не смотрю потому что если там по заголовку для работы мне это не надо если новости это надо я могу просто отослать но я эти видео Камила я например ни одно не посмотрела я их не смотрю я понимаю да это чувство но к сожалению я сама практически ежедневно с этим сталкиваюсь я вынуждена это читать и даже озвучивать да ну это это действительно очень сложно вот когда становишься мамой хочу затронуть ваше выступление тоже два года назад на тедексе когда вы говорили о женщине о женщине в казахстане о том что отношение к ней как к товару и кстати не достаточно дорогому да товару и вопрос внешности это касалось и это не про феминизм я понимаю что феминизм это по сути не про вас но душа вас за женскую долю в казахстане она болит это было тогда что сейчас я кстати вот тоже вот есть хорошие вещи да даже вот чем хорош наш разговор который даже в разговоре ты понимаешь как изменилось общество вот мы журналистика да как бы вот вы мне напоминаете посты которых я забыла 2000 2012 год да и в СМИ все равно мы изменили и тоже с восприятием женщины ну согласитесь даже за последние лет пять вот вы помните в интернете даже как лет десять назад какие ужасные вещи писали про женщин как хейтили там постоянно мужчины постоянно обсуждали это страшное вот это страшное и это страшное не накрашенное и та накрашенное страшное кстати я этого не вижу я этого так сейчас не вижу даже наоборот Даже стесняются, мне кажется, так. Я в соцсетях сижу так же, как раньше, да, я этого не вижу. Совершенно изменилось это. Ну, могут сказать, ну, симпатично, ну, чё уж, как бы там, кто-то там симпатичный. Но как раньше, вы знаете, там, могли фотографию какого-нибудь общественного деятеля, там, феминиста, ах, 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 посмотрите, я так и думала, что она такая страшная. Я сейчас такого не вижу. Потому что он понимает, что сейчас его за это ему будет. Его самого так захейтят, что они остерегаются. И молодые девочки, вы знаете, я когда на них смотрю, они уже очень сильно отличаются от моего поколения, от 90-х. У нас в 90-х часто разговоры молодых девушек, они были на самом деле такие. Ну, вот только как мужчину найти, побогаче, да. Такие разговоры абсолютно были хорошим тоном. когда-то там невольно где-то слушал, да. А сейчас девочки, они сами развиваются, они очень похожи стали на своих западных сверстниц. Ну, вот даже, вы знаете, моё поколение могли ходить на таких каблуках днём на работе. Молодые девчонки не ходят так. Вообще, женщина в Казахстане очень сильно изменилась, и она меняется, идёт. Конечно, есть разные, есть архаизация, у нас же общество, оно неоднородное, да. Одна часть стремится к архаизации, да, что там, к каким-то мифическим, причём мифическим истокам. Но в целом, всё равно ратвите идёт. Наши поступки и наши дела, это всё, что останется после нас. Тоже, кстати, фраза с вашего выступления, я с ней полностью, действительно, абсолютно соглашусь, это важнее. И то, что вы делаете в своей работе, действительно вдохновляет, и ваша внутренняя сила, она тоже удивляет. Пусть её будет больше, пусть она заряжает других, и делает нашу страну лучше, и нашу жизнь ей тоже лучше. Спасибо, Гульнара, что пришли. Это была программа «Без фильтров». Спасибо, что смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok